Слово Итак, воины делят одежды Иисуса. Вы помните, как в 18 главе реально воплотилась заместительная жертва, а в 19 главе воплотилась богословская реальность, а одежды обмениваются на покрытие, покров. Но при всем драматизме этих событий, не к этому фрагменту Ветхого Завета привлекает наше внимание Иоанн. Вместо этого он показывает, что в разделении одежды Иисуса Христа исполнилось пророчество 21-го псалма. Разделили ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросали жребий. В других Евангелиях, у других евангелистов говорится, что в этот момент Господь воскликнул, Бог мой, Бог мой, Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня? Зачем ты покинул меня? Тот факт, что записаны эти слова Господа, является одним из величайших доказательств подлинности евангельских повествований. Потому что смысл этих слов легко понять, превратно. Человек может подумать, что Христос теряет самобладание, Христос теряет даже веру. Христос решает, что что-то сделал не так, что Отец его сейчас оставляет по этой причине. Но смысл этих слов совершенно в другом. В первом веке не было нумерации псалмов. И псалмы назывались не по номерам, как я уже сказал, нумерации тогда не было, а по первым стихам. Чтобы начать цитировать 21-й псалом, нужно было процитировать его первый стих. А первый стих 21-го псалма, собственно говоря, так и звучит. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? 21-й псалом – это и есть пророчество о казни еврейского мессии. Глубочайший и самый глубокий в смысле богословия стих Нового Завета находится во 2-м послании Коринфянам 5.21. Во 2-м послании Коринфянам 5.21 написано «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог Отец, сделал грехом, или жертвуя за грех, в оригинале сделал грехом для нас, чтобы нам стать праведностью Божией». И буквально в тот момент, как Христос взял на Себя грех мира, Бог Отец относился к Нему как к греху, или как к худшему из всех грешников. Книга про Кагея, первая глава, говорит о том, что Бог не может смотреть на грех, потому что нет общения между светом и тьмой. Мы с вами говорили недавно о взаимоотношениях внутри Троицы и понимали, что при этом стоим на Святой Земле. Мы говорили об этом со страхом и трепетом. Понимаете, на сущностном, вечном уровне никакого разделения внутри Троицы быть не может. Но на экономическом, функциональном уровне, когда Христ, вторая, превратится человеком и принимает в Себя, и принимает в Себя, и в Себя, и в Себя, и в Себя и в Себя, он обслуживает в Себе, чтобы он обслуживает его Божие на греха, но с практической точки зрения, когда Иисус стал, Иисус Бог стал человеком, когда Иисус принял на Себя грех человеческий, грех всего мира, когда Он впитал в Себя, понес на Себе грех всего мира, каким-то образом это общение внутри Троицы нарушилось. Нарушилось общение между Богом Отцом и Богом Сыном. Я понимаю, что сейчас мы зашли очень глубоко. Иисус говорит, Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? В каком-то смысле Он указывает тем самым на двадцать первый Псалом и говорит, вот, исполняется. Я думаю, что это восклицание Его, это слова Его высшего страдания, крик боли, крик скорби, когда Он действительно ощутился, что значит понести на Себе грех всего человечества и быть оставленным Богом Отцом. Очень важно, очень примечательно, что иудеи своих преступников побивали камнями, а иногда они казнили также смертью через удушение. Только около двухсотого года до Рождества Христова в Средиземноморье появилась новая казнь, казнь через распятие, принесли туда римляне. А в Палестине распятие появилось только в шестидесятом году, или около шестидесятого года до Рождества Христова. А двадцать первый Псалом написан за тысячу лет до этих событий. И при этом в двадцать первом Псалме шестнадцатый стих написано, «Пронзили руки Мои и ноги Мои». Двадцать первый Псалом, семнадцатый стих. Иоанн, призывая, привлекает наше внимание к следующему стиху этого Псалма, где говорится, «делят ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросают жребий». Двадцать первый Псалом, девятнадцатый стих. Дальше Иоанн говорит о женщинах, присутствовавших у креста. Была там Мария из Назарета, мать его. Мария, жена Клеопова, Мария, жена Клеопы, и Мария Магдалина. Был там и сам Иоанн, но о себе он не говорит. Или, скажем так, он не называет себя по имени, он называет себя учеником, которого любил Иисус. Зимой 2000 года я вместе с Олегом был в Новосибирске на студенческой христианской конференции. Мы беседовали со студентами, среди которых были неверующие. Была там такая боевая девушка, не христианка, неверующая, и вот она задала вопрос. С таким феминистским пылом она задала вопрос. Она говорит, почему там Сын Божий, а не Дочь Божия? Почему Иисус, мужчина, почему Бог не использовал для этого женщину? Я говорю, ну короткий ответ на этот вопрос очень прост, я не знаю. Но, по большому счету, давайте подумаем. Когда Бог задумал послать Сына на землю, для этого Он попросил разрешение у молодой женщины, имя ей Мария. Ну, скажем так, напрямую Он у нее позволение, разрешение не просил, но она дала это разрешение. Она сказала, да будет мне по слову твоему, она сказала, я раба твоя. И еще, вспомните, пожалуйста, о том, что мужское семя, мужское семя, что мужчина не участвовал в зачатии Иисуса Христа. Значит, Иисус получил свою человеческую природу на сто процентов от женщины. Иисус, мужчина. Иисус, мужчина. Иисус, мужчина. Интересно, что вместо того, чтобы наказать женщину, Бог проявляет к женщине особый почет. Я, конечно, понимаю, что иногда слова из третьей главы книги «Бытие» интерпретируют как наказание, обращенное на женщину. Но, смотрите, как грех через женщину вошел в мир, так Бог решил привести в мир Спасителя также через женщину. Женщины занимают особое почетное место при рождении Христа, и точно также женщины занимают особое почетное место при Его смерти. Где же были все мужчины? Прятались. А женщины остались у креста. А в 19 главе мы видим, что женщины дольше всех оставались у креста. В 20 главе мы увидим, что женщины раньше всех пришли к гробнице. Видите, как Бог возвысил роль женщин при рождении, смерти и воскресении Его Сына. В 13 главе, собираясь пойти на смерть, Иисус омывает ноги учеников. В 19 главе, перед самой смертью, он заботится о своей матери. Он заботится о матери, поручая Иоанну, младшему из своих учеников, принять ее в свой дом. Когда читаешь о том, что Иисус делал в 13 главе в горнице, как Он умывал ноги учеников, читаешь о том, как Он заботился о людях, когда Его арестовывали, когда Он шел на крест, когда Он находился на кресте. Читаешь о том, как Он заботился о людях, и задаешься вопросом, «Боже мой, а тебе-то кто в этот момент позаботился?» Ответ – никто. Потому что отвержение было частью того бремени, которое Он понес за нас. Именно поэтому Он и говорит, «Боже мой, боже мой, зачем ты меня оставил?» Освуд Чемберс замечает, когда о ком-то из героев веры говорят, он принял смерть как Христос. Это лишь сентиментальные слова. Не мог Он принять смерть как Христос. Уверяю вас, что при смерти своей мученики христианства совершенно четко понимают, четко осознают Божие присутствие и Божие принятие. Христос принял смерть с отвержением. Ведь всегда на протяжении своего служения Иисус называл Бога Отцом. Всегда, кроме одного момента. Кроме того момента, когда Он цитировал 21-й Псалом. Несколько лет назад один студент в Венгрии сказал мне, ну вы знаете, ведь страдания Иисуса Христа продолжались всего 6 лет. Это ведь ничто по сравнению со страданием человека, который, допустим, потерял своего сына и 30-40 лет мучается без сына. Во-первых, сравнение человеческого и Божьего измерения, измерения времени кажется мне неуместным. С одной стороны наше человеческое время, с другой стороны Божий взгляд с позиции вечности. Я понимаю, что мы не можем себе это представить. Я понимаю, что нужно избегать всяких домыслов. И все-таки хочу предположить, что страдание Иисуса на кресте было подобно адскому страданию. Ведь он был в совершенном общении с отцом, до этого он был в совершенном общении с отцом, а теперь отец воспринимает его как грешника. Можете ли вы представить себе худшее наказание? Понимаете, в чем штука? Никому из нас не нравится быть виноватыми, когда мы согрешили. А вот сам грех иногда бывает вкусным и приятным. Чувство вины, угрызение совести за грех нам не нравится. А грех иногда нас привлекает. Именно грех зачастую делает фильмы интересными и привлекательными. Иисус ненавидел грехом. И при этом, будучи царем царей, он принял на себя весь грех, всю вину, не одного грешника, а всех грешников на свете, всех грешников истории. Всю эту вину он принял на себя. И последствия этой вины не только богооставленность, но и Божий гнев. Не только Божие наказание, но и Божий гнев он принял как личные последствия человеческого греха. Когда Бог лучшего из своих друзей воспринимал, относился к нему как к лютому врагу. Невозможно было придумать, никому невозможно было придумать Евангелие по своей инициативе. Потому что евангельскую истину представить себе невозможно. Даже сейчас мы с вами ее читаем, и нам очень трудно ее осмыслить. Пока Бог его нам не открыл, никакой человек такого и представить себе не мог. Потому что это не укладывается в человеческое воображение. Вот 28 стих. Вот это единственный раз, когда Иисус говорит о том, что ему что-то необходимо. Единственный раз, когда он говорит о своем неудобстве. Другого такого нет. Знаете, что у меня лучше всего получается? Вы меня уже четыре дня видите, вы уже четыре дня общаетесь. Общаетесь со мной. Вот вы, наверное, задумываетесь, вот этот человек вообще умеет что-нибудь делать или нет? Знаете, что у меня лучше всего получается? У меня лучше всего получается жаловаться. Вот в этом я мастер. У меня такой дар красноречия сразу пробирает. Вы не представляете. Шекспир, понимаете, отдыхает, когда я начинаю на что-то жаловаться. Я могу элаборировать в поэтическом деталке о том, как я не комфортно, и о том, что я не люблю, и о том, как я желаю, что это может быть, вместо того, как оно является. Когда мне что-то не нравится, когда мне что-то неудобно, когда что-то не по мне, я разражаюсь стихами высшей пробы. Красноречие мое не знает пределов. Понимаете, я могу сидеть в самолете в салоне бизнес-класса или в салоне первого класса и ворчать по поводу того, как мне все неудобно. Меня могут привезти в ресторан, где один обед стоит 2000 рублей, и я буду бурчать по поводу того, как отвратить меня здесь кормят. А Иисус говорит лишь одно слово – жажду. Я жажду. Жажду. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok